Привет, меня зовут Михаил Светов, это рубрика «Что думать» и сегодня мы поговорим про конфликт яблока с московскими таксистами, разберемся с беспорядками в Испании и обсудим появление предполагаемой дочки Путина в Клабхаусе. Дочь Путина недавно рассказала о «Золотом миллиарде» — обществе богачей, которые устроили канитель с коронавирусом. Говорит, если им в разумных целях убивать можно, то чем наше правительство хуже? Действительно, чем? Дорогая Луиза, «Золотой миллиард» — это одна шестая населения Земли, а общество богачей, которые устроили канитель с коронавирусом, называется номенклатура, к которой ты, Луиза, имеешь самое непосредственное отношение. Потому что для тебя и таких, как ты, детей государственных чиновников, все эти законы не писаны. И там, где у честного человека закроется кафе, магазин или ресторан, для тебя расчистят поляну, чтобы потом ты в своем инстаграме могла рассказывать, как ты занимаешься модой, и вообще политика тебя не интересует, и ты всего добилась сама. Знаешь, у группы «Палп» есть крутая песня «Common People» о том, что ты никогда не поймешь, с чем сталкиваются обыкновенные люди, потому что твой бизнес никогда не закроет Роспотребнадзор, потому что тебе всегда помогут уйти от налогов, а любой судебный конфликт будет разрешен в твою пользу, потому что папа позвонит и решит вопросики. И свое положение ты занимаешь не потому, что в чем-то смогла преуспеть, а потому что твой отец уничтожил всех, кто мог бы составить тебе конкуренцию. Ты как ведьма у зеркала из белоснежки, свет мой зеркальце, скажи да всю правду доложи, только каждую белоснежку, на которую это зеркало укажет, истребит твой отец. И только тогда, когда всех вокруг тебя наконец изуродуют и обольют кислотой, ты услышишь в зеркале заветный ответ. Людей убивает не золотой миллиард. Тем более, людей не убивает Алексей Навальный, людей убивает политика твоего отца, если он действительно твой отец. И не в разумных целях, а ради дворца и может быть немного тебя. Да, мы в этом живем, но жить с этим тебе. Зачем Байден идет на компромисс с Путиным по Северному потоку? Он же демократ, потому что Байден независимый, опытный политик, а не русский шпион, как Трамп. Трамп бы на его месте сразу начал вилять и пошел на уступки Путину. Ведь журналисты нам объясняли, что Трамп любит сильных авторитарных лидеров. А Байден настоящая глыба и говорит с мировыми диктаторами на равных. За этого и Китай его уважает. Поэтому не вижу ничего удивительного в том, что Байден открыто не воюет с Путиным. Он гораздо умнее и играет в 4D-шахматы. Нам этого не понять. Вы только представьте, что Трамп бы сделал на его месте. Какой бы был позор. Всем бы пришлось за него оправдываться. А Иосиф Байден молодец, политик, лидер и боец. Таких уважает весь мир. И Америка с ним станет великой. С таким забором вокруг Капитолия только о величии думать. Сразу видно, народное правительство собралось честно победившее в последней президентской гонке. Ничего подозрительного. Особенно убедительно компромисс по Северному потоку выглядит на фоне бескомпромиссной и отважной позиции Байдена по отношению к трубе Кистоун и своим канадским соседям. Тут мы тоже видим, что Байден сильный неподкупный политик, для которого интересы избирателей стоят на самом первом месте. А Трамп все еще плохой и оранжевый. Он бы на его месте давно ударил в грязь. Что думаешь о законе о налогообложении криптовалют? Сама идея легализации криптовалют даже через налоги хорошая и выводит крипту в легальное поле. То самое поле, в котором она обязательно переиграет фиат. Но то, как закон сформулирован сегодня, это полная бессмыслица и никогда не будет работать. Все, что он сделает, это создаст пространство для легализации капитала. Работать он не будет потому, что облагает налогами недоказуемые транзакции. Соответственно, будет работать только в той ситуации, когда транзакцию захочет показать государству сам человек. Что не так уж плохо. Ты, конечно, скажешь, что Яблоко против рыночка, но разве Яндекс не стал монополией, когда скупил Uber? Как с ним теперь бороться иначе? Яблоко в очередной раз выполняет роль надзирателя в концлагере и следит, чтобы правила концлагеря стабильно ужесточались и беспрекословно выполнялись. Эта борьба не против Яндекса, который свою долю всегда получит, а против простых работяг, водителей, которые в чудовищный снегопад выходят на работу и рискуют своим имуществом. Потому что в такую погоду автомобили подвергаются дополнительному износу, а аварийность на дорогах повышается. Так что это не война с монополией, а очередная война Яблока против гражданского общества и простых людей. Чтобы побороть конкуренцию, нужно бороться с государством, которое систематически расчищает поляну для Яндекса и в принципе находится с ним в особых отношениях. Ну а партия Яблоко, я уверен, нам даст еще не одну Елену Мизулину и Ирину Яровую. Это всегда была ценнейшая кузница путинских кадров. Как понимать протесты в Испании? Там, по-твоему, тоже диктатура? Нарушение прав человека в Испании – одно из самых больших слепых пятен в глазах западников и либеральных СМИ. Кошмар, который происходит там с политическими свободами, уже ни для кого не новость. Мы помним массовое избиение мирных протестующих на митинге после референдума о независимости Каталонии. Кадры, которые дадут фору, если не Лукашенко, то Путину точно. Большого интереса либеральных СМИ они тогда по понятной причине не вызвали. А посадки за посты в Фейсбуке для европейских стран, как и для России, уже давно стали нормой. Просто повод, по которому вас могут посадить, в каждой стране немного отличается. В России нельзя говорить, что ты поедешь встречать Навального в аэропорт, в Австралии ставить под сомнение государственные методы борьбы против китайского коронавируса, в Германии устраивать против них митинги, ну а в Испании высмеивать короля и ставить под сомнение территориальную целостность. Кстати, вот уж действительно народ побратим. У нас тоже нельзя ругать царя и ставить под сомнение территориальную целостность. Русские и испанцы – братья навек. Ситуация для всех нас до боли знакомая. И ничего удивительного, потому что мы с вами европейские люди, часть западной цивилизации. Это все она, родимая, дает по голове всем несогласным. Журналистов в Белоруссии посадили на два года за стрим. Что думаешь по этому поводу? Станет ли Россия перенимать зарубежный опыт? Да, обязательно перенимет. Путин всегда тащит в Россию самые худшие примеры цензуры. И не только в России, но и во всем мире скоро до этого дойдет. Совершенно не удивлюсь, если в США придут за каким-нибудь Ником Фуэнтесом. Очень неприятный тип, но придется защищать и его, когда это случится. Как понимать то, что Россия отказывается выполнять требования ЕСПЧ, но выходить из Совета Европы не хочет? Это двоемыслие? Никакого двоемыслия здесь нет. Это нормальная попытка уступить как можно меньше, а получить как можно больше. Как в американских вестернах. Два ковбоя выходят на дуэли, ждут, кто из них первый моргнет. Правильный вопрос это не как понимать, почему Россия не хочет исполнять решение ЕСПЧ, а как понимать все те уступки, на которые из раза в раз Путину и другим тиранам идут западные институты. На этот вопрос ответ очень простой. Неподотчетность политиков собственному населению и формирование правящего класса, у которого есть разногласия между собой, но чьи интересы уже давно не имеют никакого отношения к тем ценностям, которые декларируют уставные документы этих самых институтов. Будет хуже. Когда прилепенный роман Путин говорят, что дворцы никого не интересуют, это они так сами себя успокаивают? Сами по себе дворцы действительно мало кого интересуют. Интересуют, на какие деньги они были построены. И в первую очередь это должно интересовать главу партии «Народ против коррупции» романа Путина. Вы, возможно, не слышали о такой партии, но она существует и возглавляет ее как раз племянник Путина. Это такой государственный ответ Навальному. Но как это водится в России, все наоборот. В газете «Правда» нет правды. Министерство обороны занимается войной, суды восстанавливают несправедливость. Ничего удивительного, что партия «Народ против коррупции» занимается тем, что защищает коррупционеров. Я даже понимаю их внутреннюю логику. Если все принадлежит царю, то и украсть можно. Только у царя царь украсть ничего не может. Так и получается, что вы всю жизнь должны государству, а Владимир Путин вам ничего не должен. Вы же сами собственность, холоп. Где это видано, чтобы царь был должен своему ершику? Вы же даже хуже, чем ершик. Ершик хотя бы золотой денег стоит, а вы только воздух портите. Другие в золотых клетках сидят, а на вашу даже по золоту пожалели. Вы живете, чтобы про собаку сказали «умерла», а про россиянина «здох». А дворец будет стоять как памятник вашему терпению. Вон какой богатый получился. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, присылайте криптовалюту, если вам нравится, что я делаю, и становитесь патронами СВТВ. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok